Если ты посмеешь хоть кому-нибудь рассказать, я... Я тебя изобью. Для дизайнерского эксклюзива это не так уж и дорого. А, недорого? Факультет, на котором менее десяти человек подлежит упразднению. Факультет нельзя упразднять. Это всё меня не касается. Что случилось? Где наставник Бай? Почему он всё ещё не пришёл? Без него. Разве Тайдзи не проиграет? Мы больше не можем ждать наставника Байя. Я пойду первый. В первом раунде победил факультет Тэквондо. У них есть мощные удары. Еле стоят. Боится проиграть, поэтому не пришёл. В четвёртом раунде победил факультет Тэквондо. Перехват удар тоже неправильный. Что же делать? Опять проиграли. Драться будет некому. Такими темпами факультет Тайдзи проиграет. Осталось ещё шесть раундов. Боюсь, в следующем году факультета не станет. Факультет Тайдзи, поторопитесь с определением следующего участника. Подождите. ДАВАЙ! 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 Меня зовут Чэнь Бин. Это Ян Нин Сьё. Сегодня утром мы перевелись на факультет Тайдзи. Мы тоже можем принять участие в состязании. У вас есть подтверждающие документы? Раз уж вы перевелись на факультет Тайдзи, конечно, вы можете быть допущены. Пожалуйста, проходите. Вперёд! Факультет Тайдзи вперёд! Давай! 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 Отличный удар! Хорошо! Давай! 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 Факультет Тайдзи! Вы по своей инициативе пришли на состязание, но тебе не хватает навыков даже для такого пустяка. Использовал все свои приёмы? На сегодня достаточно этой комедии. В этом раунде победил факультет Тайдзи. Пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё-пё Тай Цзи и Стиля Чэнь. Тебе нельзя показывать им свои боевые навыки. Твоего кунг-фу недостаточно, чтобы с ними сравниться. Знаю. Буду держаться подальше. Когда пойдем к остальным? Вы двое. А ты кто такой? Я капитан команды Тэквондо Тань Линь. Сегодня, благодаря вашему кунг-фу, наш факультет Тэквондо получил ценный урок. В чем дело? Что тебе нужно? Ничего. Только вот мне немного не ясно. Как вы, обладая такой силой, согласились сойти до такого ничтожного факультета Тай Цзи? Хочешь отомстить за свой факультет? Давай разберемся. Я не хочу создавать тебе проблем. У меня лишь есть дело, которое мне нужно обсудить с вами. Что ты имеешь в виду? Несколько дней назад девушка, используя Тай Цзи, разгромила семь наших человек. А нас касается? А вот что важно. Эта девушка использовала Тай Цзи кунг-фу. Поразительно схожая со стилями ваших кланов Чэнь Я. Я слышал, кунг-фу ваших кланов Чэнь Я не передается за пределами клана. Эта девушка совершенно точно учится в университете Сей МФЮ. Но она не является студенткой факультета Тай Цзи. Поэтому я предполагаю, что она скрывается на другом факультете. Я думаю, мы могли бы... плодотворно сотрудничать, разбираясь в этом деле. Подумай об этом. Специально нас нашел. У него своя цель. Хотя он нам и рассказал о том, что связано с нашими стилями Тай Цзи Чэнь Ян. Но не нужно верить ему на слово. Верно. Мы не знаем, правду ли он сказал. Что же мы предпримем? Раз он все рассказал, подождем, пока он все докажет. Если девушка существует, мы ее найдем. Годится. Пойдем. С Чэнь Бин и Ян Нин Цзюэ сложно полазить. Тай Цзи общая, но почему такая разница в силе? Потому что эти двое – последователи стиля Чэнь Ян. Ты преследуешь меня. Не кстати проходил мимо. На ринге был Чэнь Бин. Внизу стояла Ян Нин Цзюэ. Первый является последователем Тай Цзи стиля Чэнь. Вторая – последователем Тай Цзи стиля Ян. Течение Тай Цзи продолжает развиваться и по сей день. Доминирующее положение занимает стиль Чэнь и Ян. Если это основные течения, то почему наши студенты не владеют такой же силой? Потому что это передается по наследству. Наследие традиционного боевого искусства передается внутри клана, не выходя за его пределы. Ограничения установленной традиции непременно приведут к упадку. Внешняя составляющая Тай Цзи легко изучаема. Но если хочешь познать саму суть, необходим наставник, который будет тебя учить и направлять своей твердой рукой. Это значит, они не постигают сути Тай Цзи по-настоящему. Разрушить предрассудки кланов стало необходимостью. Иначе. Будущее Тай Цзи обречено. Я тебя поняла. В этом деле, проявив хоть немного внимания, разберется процентов 80. Ты не похожа на тех, кто способен на это. Совершенно не понимаешь силу, которой обладаешь. Мастер Тай Цзи. Ничего ты не знаешь. Можешь быть повежливее. Неудивительно, что тебя хотят побить. Я уже привык. Если тебе непривычно слушать, то снова используй перцовый раствор. Тай Цзи. М siitä. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Как ты? Ничего серьёзного. Через неделю уже можно выписаться. Соревнования. Как всё прошло? Победили. Мы победили? Факультет Тайдзе выиграл. Как мы могли победить? Благодаря силе. Твоя травма. Всё ещё никаких улучшений? Я сегодня пришёл не для того, чтобы обсуждать это с тобой. Зачем ты тогда пришёл? Студенты будут выяснять происшествие этого его отравления. Как председатель школьного совета я добьюсь для тебя справедливости. Раз ты будешь отстаивать справедливость, не о чем волноваться. Поправляйся как можно скорее. Пришли. Это мои данные о внешности девушки-мастере Тайдзе. Тщательно отобранные из материалов всех учеников школы. Почему так много? Я провёл всю ночь без сна. Отсеял более тысячи человек. Чтобы добиться такого результата, осталось не более сотни. Ты довольна? Больше сотни. Это много. А если не найдём? Всё верно, Тань Линь. Здесь слишком много. Можешь ещё сузить круг? Я выполнил первый шаг. Далее полагаюсь на вашу силу. Найти человека настолько трудно? Смотрю, ты ждёшь, что мы сами её приведём. Ты ко мне несправедлива. Найти девушку-мастера Тайдзе, в первую очередь дело вашего дома, мне, совершенно постороннему человеку, не из-за чем вмешиваться в это. Я просто хочу, чтобы она принесла извинения в факультету Тэквондо. Но для вас, Тайджи Джин Тун, это больше, чем просто извинения. Ваши Чэнь, Ян, Бай Бэй, четыре клана всегда держались вместе. Уж не просочился ли вашей ряды таракан? Чтобы раскрыть ваши секреты, не относитесь ко мне с подозрением. Мы в факультете Тэквондо и рациональные люди. Вместе отыщем девушку-мастера Тайдзе и сможем устранить вражду наших факультетов. Почему нет? Дерзайте. Всё-всё. Может быть, нам стоит разделиться для поиска? Идёт, без проблем. Найди её мне. Её надо найти. Эй, а как насчёт поделить? У меня свои методы. Читаешь опять маньхуа? Только этим и занимаешься. Иди сюда. Позанимаемся. Ничем вокруг не интересуешься. Урок новостей. Знаешь Чэнь Бин и Ян Нин Сюэ? Не знаю. О ком ты? Новые студенты факультета Тайдзи. Да ты ничего не знаешь. Знаешь, что они всюду дерутся. Крутые? Потрясные. Устроили драку с факультетами. Победили один. Разгромили другой. Очень крутые. Зачем схватила? О чём я говорила? Сбила меня с мысли. Кто из них двоих круче? Почему дерутся? Не это главное. Я не совсем поняла, что произошло, но Чэнь Бин ищет кого-то. Как вошёл в Академию Любо. Ты знаешь Академию Любо? Любо? Не знаю. Это, это. Это Академия. Там все. Вот такие. Итак, этот красавчик. На меня смотри. Этот Чэнь Бин. А потом? Потом? Насмотрелся? Ну, почти. Интересно. Как бы сказать. То, что только что произошло, я не специально. У тех, кто обучает боевым искусствам, есть рефлексы. Ты так схватила меня. Я рефлекторно отбился. Ты понимаешь? Поэтому... Чэнь Бин, ты чем занимаешься? Сяо Сюэ, ты зачем пришла? Я что, тебе помешала? Нет, нет. Ты нашёл мастера тайцзы. Ты зачем сюда пришёл? Девушки красивые. О чём ты говоришь? Я проходил мимо их тренировки по плаванию. Проводил наблюдения. И хотел проверить, может ли быть тут мастер тайцзы. Тогда почему ещё здесь? Нет. Тогда почему не ушёл? Стой! Уйдёшь вот так? Нам нужно идти, и мы уходим. Можешь остановить? Устроили беспорядок и ещё смеют дерзить. Когда обижают нашу академию, чего ты хочешь? Я не буду с тобой драться. Пожалуйста, давайте остынем немного. Как говорится, лучше подавить вражду, чем сохранять её. Сяо Сюэ, будь вежливее. Замолчи. Ладно, ладно. Вэйчу, ты зачем пришёл? Мне поручили навести здесь порядок. Надеюсь, председатель Вэйн нас не разочарует? Конечно. Идите за мной. Так смешно. Уже живот болит от смеха. Да. Ты говоришь, лучше бы Вэйчу не пришёл, но это так смешно. Я уже устала. Живот болит. Вэйчу, спасибо тебе. Пустяки. Вы только что получили урок. Придь, ведите себя в школе этичнее. Да он это сделал, чтобы к девушкам поприставать. Эй, что за вздор ты несёшь? Мне нужна была информация о девушке-мастере тайцзы. Умной, что ли? Нинсюэ Чаньбин не из таких людей. Верно. Тебе лет-то сколько? Но я не ослышался. Девушка-мастер тайцзы? От кого вы услышали? Мы слышали от капитана Тэквондо. Таньлин сказал. К тому же мы слышали, в этот раз эта девушка тайцзы избила семерых с факультета Тэквондо. Вы верите всему, что говорит Таньлин? Очевидно, факультет Тэквондо хочет навредить факультету тайцзы. Вы даже этого не заметили? Вы знаете, что из-за шумихи, поднятой вами, факультет тайцзы вызвал вражду к себе всего университета. Это связано с традициями тайцзы. Мы должны это расследовать. Если традиции будут украдены, то мы... Устреми свое внимание на возрождение факультета тайцзы. Это все, что вы должны сделать. А, точно. Чтобы объясниться с Джан Синь и Академией Любо, вы двое. Пойдете в Академию Любо. И в течение дня будете подметать бассейн. Но разве мы виноваты? Особенно ты. Будь вежливее. Чтобы не потерять лицо последователя тайцзы. Ты расслышала? Мы поняли. Вы и чё? Мы сейчас вынуждены попрощаться. До свидания. Я слышала. Ты ходил на соревнования факультета тайцзы? Всего лишь было свободное время. Да. Кажется, ты еще не оставил тайцзы. Раз уж здесь Хайян, о чем мне стоит волноваться? Сделал ход Хукоу-Тяньцзы? Что за прорыв? Победа во что бы то ни стало, современная молодежь невероятная. Бабушка, ты перехваливаешь. Бабушка хоть и старая, но не глупая. Ты еще не оставил намерения разрушить мнение кланов. Боевые искусства и считаются традиционными, потому что определяются их традициями. Утратив истоки, традиционные искусства станут пустым звуком. Поэтому я не буду поддерживать тебя. Только из-за вот таких вот традиций тайцзы постепенно придет в упадок. Тайцзы придет в упадок из-за Бацимэнь. Нин Сюэ. Чэнь Бин. Сяо Сюэ. Ты как? Ничего. Наставник Вэй. Где это мы? Вэйчу. Вэйчу. Наконец очнулся. Вэйчу, ты в порядке? В порядке. Только сил совсем нет. Что нам делать? Нужно найти способ выбраться отсюда. Но мы все связаны. Как мы выберемся? Мы ладаем свойственно. Дерзость. Мы догадывались, что вы не сдадитесь без сопротивления. Фонзи, ты, чтобы превзойти тайцзы, не остановишься ни перед чем? Ты ничтожный человек. Что бы вы там ни говорили, сегодня вам, последователям течения тайцзы, придет здесь конец. Сейчас они залегли на дно, затаились. Их лидер покончил жизнь самоубийством. Тайцзы вернет силу и величие. Это дело давно минувшее. Тебе не стоит в это лезть. Сейчас главное – твое восстановление. Сложной ситуации нужны перемены. С переменами появится возможность жить долго. Бабушка, я полон решимости воплотить это в жизнь. Вы дали мне победить. Я боюсь. Ты повторишь мои ошибки. И будешь сожалеть. Бабушка, ты все еще переживаешь из-за того, что произошло с предшественником Фэном? Исход партии изначально не определен. Победа или поражение зависит от человека. Психологически я готов. Пяо-пяо! Чего кричишь? Начались выборы леди и господина Шан-сян. Голосование за красавчиков. Неинтересно. Как это тебе неинтересно? Ты на втором месте. Втором? Ага. Разница с Цзиньчоу меньше 20 голосов. Я тебе говорю. Не смотри всякую ерунду. Поняла? Учись у меня. Потихоньку. Ты говоришь. Вэйчу. Как ему дается постоянно быть первым? Почему он такой популярный? Разве он не был в Академии больше года? Почему его фанаты такие преданные? Вэйчу, Вэйчу. Почему всегда он, постоянно про него? Раздражает. Как вкусно! Последнее время, как хозяюшка, готовить начала. Сейчас ты познаешь мою крутость. Куриный бульон с любовью. Куриный бульон с любовью. Ты сопроводила меня в больницу. Спасибо тебе. Не нужно, не нужно. Студенты должны помогать друг другу. Я не знаю твоего имени. Как тебя зовут? Я Сяо Сяо. Первокурсница факультета каллиграфии и живописи. Я не знаю, что тебе можно, поэтому принесла куриный бульон. Попробуй. Полезно для здоровья. Я вчера изучила старинный рецепт. Трудно, конечно, было приготовить. Я никогда не варила бульон. Готовила уже вечером в своей комнате. Очень волновалась, что учитель поймает. Много всего добавила. Дудник, женьшень, ягоды годжи и целую курицу. Очень полезно. Восстановит твои силы. Попробуй. Чувствуешь? Очень аромат. Я могу сам. Подожди, я подую. Извини. Я вытру. Я и сам все сделаю. Я пойду на урок. Доешь суп. Поторопись, нам еще в бассейне подметать. Почему такая спешка? Так много интересных картин. Жаль, что ты не можешь оценить их по достоинству. Почему наставник не позволяет нам искать эту девушку? Это явно связано с существованием тайцзы. Все ведь не так серьезно. Почему не серьезно? Тайцзы всегда передавалась внутри клана. Если ты был обучен, разве это не нарушение? Ты не думаешь, что Тань Лань лжет? У него нет причины лгать. Та картина. Что? Что такое? Смотри на технику письма. Слияние энергии не ян. Мягкость преодолевает твердость. Очевидно, были использованы приемы тайцзы. Ты думаешь, написавший это владеет тайцзы? Вполне возможно. Фен? Я думаю, нужно узнать больше об этом человеке. Сначала пойдем в бассейн. Идем. Цзиньчжоу. Голосование скоро завершится. Заранее могу тебя поздравить. Опять станешь леди Шансян. Результаты еще не вышли. А о чем волноваться? Кроме тебя кто еще достоин? Кое-кто. Ладно, забудь об этом. Ты достойнее всех. Вэйчу, господин Шансян. Ты, леди Шансян. Разве вы не идеально подходите? Прекрасная пара. Учитель Кун. Давно не виделись. Вэйчу, зачем пожаловал? Могу я побыть сегодня вольнослушателем? Вольнослушателем? Основа у нашего факультета не уступает той, что была у наших предков. Если у тебя есть основа, ты можешь стать вольнослушателем. Больше года не виделись. Обменяемся опытом. Да. Как ты объяснишь этот иероглиф? Провожать не будем. Мы должны обладать духом стремления к знаниям Конфуции. Пожалуйста, присаживайся. Клаус, придите в порядок. Мы продолжаем урок. Ученица. Можешь пересесть на другое место? Тебе обязательно сидеть здесь? Там же свободно. Верно. Ты разве не видишь, что здесь уже занято? Иди садись там. Иди садись там. Хочу здесь. Когда трое в пути, один лишний. Братец, ты каждый день таскаешься за мной. Ты случаем не сталкер? Чин Бин с Ян Нин Сюэ как раз на пути сюда. Класс, урок начался. Какую картину? Мы будем читать. На сегодняшнем уроке. Величественная гора Лу. Те картины обладают разной энергией. Забравшись в гору, высоко вдали увидеть море. Так и чувства, вызываемые картины. Они не одинаковы. Класс. Какие вы можете сделать выводы? Давайте, поделитесь. Не придумала? Не проснулась? Не почувствовала? Не вдохновилась? Не спросила? Не одарен. Пяу-пяу? Учитель, это... Это... Картина? Эта картина была написана художником Шэньчжоу во времена правления династии Мин. В качестве подарка к 70-летию его учителя Чэнь Куань. Художник использует панорамную композицию. Передний, средний, дальний план. Вверх и низ проникнуты единым духом. Тщательный мазок за мазком. Формируется цветовая гамма, перспектива. Детали демонстрируют внимательность художника к мелочам. Но... Подражание манере живописи художникам эпохи Юань проявляет некоторую искусственность. Господин Шан Сян. Спящий дракон. Хорошо, продолжим урок. От судьбы не уйдешь. Не рассеяв их подозрения в отношении тебя, ты не сможешь жить спокойно. Ты виноват. После уроков у учебного корпуса будет поток примерно из 200 человек. Ты взяла перцовый раствор? Это ведь фэн пяо-пяо? Как раз вовремя. Они совершенно точно наблюдают за тобой. Немного подожди, я специально дам тебе подножку. Когда будешь готова, возьми меня за руку. Не бойся упасть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok